Проблема табакокурения чрезвычайно актуальна для Российской Федерации, где курит 39% взрослого населения. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения приводит 33% курения в нашей стране. И за время, когда был принят антитабачный закон, произошло падение потребления на 17%. По данным отчетов табачных компаний снижение на 8-10%. И исследования, которые были проведены, отдельные неэпидемиологические, они показывают также, в частности, в ЦИОР и Росстат, снижение числа курящих. Доказан дозозависимый эффект компонентов табачного дыма, влияние на риски развития рака легкого от 3 до 20, в зависимости от числа выкуриваемых в день сигарет. И также доказана зависимость развития рака легкого от окружающего табачного дыма, то есть в случае пассивного курения. И один год регулярного табакокурения, согласно подсчетам, увеличивает риск рака легкого на 8%, а отказ от курения снижает его на 7%, и наиболее чувствительны женщины к канцерогенному действию табачного дыма. На этом слайде вы видите риск смерти от рака легкого в зависимости от возраста отказа от табака курения. И даже в случае уже имеющегося заболевания, если пациент отказывается от курения в процессе лечения, то имеется статистически значимая разница между медианой выживаемостью и пятилетней выживаемостью. В 2013 году в нашей стране был принят антитабачный закон, в котором расписаны меры рамочной конвенции по борьбе против табака. И мой доклад посвящен тому, каким образом можно повлиять на этот фактор риска развития рака легкого, что мы можем сделать и какие меры приводят к каким, скажем так, снижениям на основе опыта других стран. Здесь вы видите, после принятия рамочной конвенции по борьбе против табака в странах происходит снижение распространенности табакокурения. Если мы говорим о профилактике, то это могут быть три стратегии – популяционная стратегия, высокого риска и вторичная профилактика. И, наверное, известный слайд о том, что какие из этих стратегий, сколько требует затрат и какой вносит вклад смертности. Наверное, оптимально, когда используются все три стратегии. И первое, что мы можем сделать, это информирование курящих о вреде табачного дыма. Мы провели опрос 1200 курящих, как вы считаете, какие заболевания вызываются табакокурением, где абонент сам называл заболевание. Как вы видите, рак легкого на первом месте, это 47% абонентов об этом знают. Но если мы спросим еще и по-другому, какие факты заставят вас отказаться от курения, какие медицинские факты могут заставить, то это уверенность в том, что у курящего человека рак легкого будет. И поэтому, конечно, вот эта онкологическая настороженность, страх этого заболевания – это важный, наверное, стимул к отказу от курения, если человек в это верит. И поэтому, наверное, эта упаковка… Верните слайд, что пациент обращивание вызывает хору, прямо так и вызывает болезнь? Обструктивная болезнь, да, или хроническая. А куда обращивание не знает, что такое? А у нас сейчас на упаковках об этом на самом деле есть, и поэтому на самом деле люди это называют. Да, и поэтому очень важно, чтобы и на упаковках эта информация показывает, что курящий человек пачку с этими предупреждениями видит не менее 7400 раз в день, и в нашей стране это уже принято. Более того, небольшое исследование функциональных разделов мозга по МРТ, оно показало, что когда эти информации показываются курящему, то у него активируются те части мозга, которые отвечают за эмоциональное реагирование и когнитивные функции. Авторы делают вывод о том, что это способствует укреплению мотивации к отказу от курения. Любая информационная кампания увеличивает число людей, которые обращаются за помощью. Здесь мы видим до проведения информационной кампании и во время проведения информационной кампании в СМИ число обращений на всероссийскую горячую линию по отказу от курения резко увеличивается. Увеличивается оно даже, когда однократно идет информация о горячей линии. И вот выступление вечером 20-го приводит к двухдневному росту числа обращений. И, например, установка билборда в городе также приводит к усилению число тех, кто обратился за помощью в отказе от курения. Ведущей причиной, конечно, является сохранение здоровья или его ухудшение. И какова же аудитория тех, кто готов отказаться от курения. По последнему эпидемиологическому исследованию в нашей стране 60% заедлых курильщиков хотели бы отказаться, и 32% предпринимают попытки отказа в течение последнего года. Поэтому очень важно, чтобы врач, который принимает пациента, независимо от его заболевания, мог дать информацию и, соответственно, посоветовать отказ от курения, потому что это будет один из наиболее важных факторов инициации отказа. Поэтому это стратегия краткого вмешательства 5А. Спросить о курении и зафиксировать. 22 больных раком легкого обратились к нам на горячую линию по отказу от курения. И до постановки диагноза врач спрашивал о курении только в 27% случаев. И назначал лечение или отказ от курения в 2-7% случаев. Между тем, даже простой совет врача по отказу от курения приводит к 5% эффективному отказу в течение года. Если мы пересчитаем на 43 миллиона курящих в нашей стране, это около 2 миллионов. И в соответствии со статьей 17 закона врач обязан дать эту информацию и оказать помощь, независимо от того, по какому поводу обращается человек. Есть и препараты в Российской Федерации, которые позволяют эффективно отказываться от курения. Их могут быть 3 группы с никотином, безникотиновые средства, ну и, собственно говоря, симптоматически направленные на синдром отмены. В 2008 году результаты метаанализа показывают, что все лекарственные препараты лучше, чем их отсутствие. Они все эффективны. И последний обзор был сделан в 2013 году, где мы видим сравнение различных лекарственных препаратов, наиболее эффективные, в 3 раза увеличивает риск долгосрочного отказа варениклин. Но все препараты, они позволяют отказаться от курения. И наши данные показывают, что на различных сроках использования, мы взяли один из препаратов варениклин, также 82% способны отказаться от курения. То есть лекарственные препараты позволяют в случае назначения врачом добиться у подавляющего большинства заядлых курильщиков отказа от курения. Помимо этого формируется так называемое ассоциативное поведение, когда курящий привыкает в определенных ситуациях курить. И во всем мире существует телефонное консультирование в отказе от курения. Это сейчас есть во всех странах Евросоюза, есть и в нашей стране. Поскольку это телефонное консультирование, оно доступно, бесплатно для населения, позволяет охватить различные группы населения, находящиеся в том числе удаленно. И подобная бесплатная консультативная телефонная линия была организована Министерством здравоохранения Российской Федерации в Санкт-Петербургском нефтизиопульмонологии. Она работает с 2011 года. Цель ее – это укрепить мотивацию, информировать и направить на лечение в тех случаях, когда есть куда направить в соответствующем регионе. За это время к нам обратились свыше 98 тысяч человек со всех регионов России. Как вы видите, основная когорта обратившихся – это мужчины. И лица 18-34 лет. То есть это та категория граждан, которые, во-первых, редко обращаются к врачам, а во-вторых, та, где отказ от курения даст и наибольший эффект в плане, опять-таки, допустим, того же рака легкого. Именно в этом возрасте наиболее эффективно отказываться от табакокурения. Поэтому мы оказываем поддержку в течение первого месяца отказа, обучаем методам самопомощи. Мотивируем на обращение к врачу, на заочное консультирование, если это необходимо. Обсуждаем проблемы, которые могут возникнуть при отказе от курения. Обучаем методам самопомощи, как справиться со стрессом, наиболее частой причиной закуривания. Поддерживаем, подчеркивая положительные стороны отказа. И среди тех, кто к нам обратился, 43% – это люди, имеющие низкую степень никотиновой зависимости, то есть те, для которых когнитивно-поведенческая терапия может быть единственным видом помощи, и она приводит к 34% эффективному отказу от курения и не курению в течение 6 месяцев. Но еще 43% нуждаются в лечении. И если однократное консультирование приводит к 8% отказу в течение 6 месяцев, месячное консультирование, месячное сопровождение – 26%, только назначение лекарственного препарата – 38% и сочетание когнитивно-поведенческой терапии и лекарственного препарата – 57% отказа от курения. Такие возможности есть. Есть Центры здоровья, и где-то есть оказание такой помощи. Есть кабинеты профилактики. Кабинеты отказа от курения не везде, но где-то они есть в регионах. Кабинеты в наркологических диспансерах, в федеральных учреждениях, где-то это тоже организовано. Поэтому сейчас начинается организовываться такая система оказания помощи, но нам далеко до того, что есть в других странах. Здесь пример Израиля о том, где четко прописан путь пациента, который хочет бросить курить, или когда он обращается непосредственно к доктору или на телефонное консультирование. И подобная система, которая уже организована, и которая сейчас у нас только формируется, она приводит, как вы видите, к достаточно хорошим результатам. Это от 67% до 71% не курения в течение года. Поэтому возможности для того, чтобы помочь и снизить, элиминировать этот фактор риска в плане рака легкого, оно есть. Не совсем это медицинская проблема цена, но нельзя не остановиться на ней, поскольку известно, что повышение цены, вот оно идет, приводит достоверно к снижению потребления. И в свою очередь это приводит, опять-таки, вот исследование и к снижению смертности от рака легкого. Поэтому известно, что даже на 10% повышение цены сокращает потребление на 4,8% в зависимости от страны. И все эти меры приводят к эффективному отказу от курения. 27% курящих, по данным опроса, приняли решение об отказе под влиянием этого комплекса мер, под влиянием закона. Но мало отказаться от курения, да, необходимо изменить образ жизни. И в заключении своего выступления хочу остановиться на программе, которая сейчас проводилась в Санкт-Петербурге, когда людям, которые обратились за телефонным консультированием, предлагался бесплатный абонемент в фитнес-клуб. И они проходили, и 95% из тех, кто согласился на это, они отказались и не курили хотя бы день. И 86% не курили 30 дней. Эта программа еще продолжается, поэтому о 6-месячном и годовом воздержании мы говорим позднее. Но это очень важный фактор при общении к физической активности и возможность занятия спортом, изменения своего образа жизни, к тому, чтобы элиминировать этот фактор риска развития рака легкого. Благодарю за внимание. – Большое спасибо за замечательный доклад. Мне он очень понравился. Он объективно очень важен и очень интересен. И я просто, так сказать, счастлив видеть такой положительный опыт. Это замечательно. Единственное, когда вы начали рассказывать о распространенности курения, там 30%, ну это же ничего не характеризует, 60% мужчин, а меньше женщин. Надо бы все-таки по отдельности мужчин и женщин показывать. – Да, 60% и 22%. – Да, а так просто очень интересный и очень важный доклад. Я хочу вот, когда мы планировали эту сессию, мне задали вопрос, вот давайте проведем сессию по скринингу, может мы дойдем, посмотрим, можно ли, допустим, первичную профилактику, контроль курения, табакокурения заменить скринингом. Ну, у меня ответ был раньше ясен, что нет, конечно, нет. Но теперь для аудитории тоже совершенно ясно, что все-таки первичную, не все-таки, это навсегда. Эффективность скрининга может улучшаться, но первичная профилактика, отказ от курения, контроль табакокурения, конечно, это приоритет не только для профилактики рака легкого, но и для профилактики ряда хронических неинфекционных заболеваний. Спасибо. – Спасибо. – Сейчас мы вроде бы собираемся дискутировать, внедрять ли скрининг низкодозовый КТ или инвестировать в программы профилактики. Ну, собственно, и то, и другая профилактика, одно вторичная профилактика, другая первичная профилактика. Есть желающие высказаться по этому поводу. Наш докладчик из Нидерландов нам ясно сказал, что она не рекомендует внедрение популяционного скрининга, не рекомендует. Please, could you come over here? Я буду все-таки по-русски. You keep it, keep it. You would get translation. Я сказал, что наш докладчик однозначно сказал, закончил свое выступление тем, что КТ-скрининг рака легкого – еще это сырое мероприятие, внедрять его в популяцию не надо. В этот момент я считаю, что это слишком рано сейчас, потому что только одно исследование показало снижение смертности, но три исследования не продемонстрировали никаких положительных результатов, и мы понимаем, что тот урон, ущерб и вред здоровью, связанный с облучением, может превалировать. Я тоже по-русски задам вопрос, надеюсь, переведут. А имеет ли тогда вообще смысл, если мы будем ждать результатов исследования низкодозной компьютерной демографии? Мы знаем, что распространено ускорение падает в мире. Если будут эффективные программы первичной профилактики, понадобится ли скрининг рака легкого вообще? Ну и слава богу. Я думаю, что скрининговые программы все-таки очень важны, но нам необходимо оптимизировать протоколы скринирования. Необходимо проводить четкую селекцию, селектирование тех людей, которые действительно должны пройти через скринирование и определить временной интервал и частотный интервал. Вот эти вопросы необходимо разработать, на них дать ответ, прежде чем мы внедрим популяционный скрининг. Также было уже сказано, и я присоединяюсь к предшествующим докладчикам, что прекращение, отказ от курения – это очень важный момент. Но все-таки необходимо дождаться более явных и четких результатов. Как я уже сказала, только одно клиническое исследование показало снижение смертности в отношении скрининга при применении скрининга, а экономическая сторона слишком затратна. – Если можно, да. Мне, как хирургу таракальному, который всю жизнь занимался лечением рака лёгкого, немножко обидно, когда, Дэвид Григорьевич, как-то, ну давайте, мы пока не будем. Не думается, что скрининг рака лёгкого имеет будущее. И вот даже все исследования, которые имеются сегодня в мире, они одиночные и так далее, которые показали какие-то положительные результаты, они заслуживают всяческого внимания. На мой взгляд, необходимо обратить внимание на более чёткий отбор групп риска рака лёгкого, чтобы те затраты, о которых мы сегодня услышали, были меньше, а эффективность была больше. – Коллеги, я думаю, что в этом зале, ну не так много людей, которые занимаются лечением не только хирургических, а и лекарственным лечением больных раком лёгкого. Если мы посчитаем те затраты, которые уходят на дорогостоящие, и очень часто неэффективное лечение, тогда сопоставление затрат по скринингу, может быть, оно будет иметь немножко другую картину. Поэтому мне кажется, коллеги, вот при всём уважении к этому, я бы не хотел, чтобы был какой-то пессимизм. Мне думается, что не только низкодозная компьютерная томография. Мы надеемся, сейчас уже появились работы использования более других подходов, менее инвазивных, если хотите, не лучевых, которые, может быть, позволят приблизить вот ту, скажем, ту ситуацию, когда скрининг, подчёркиваю, скрининг именно в группах риска будет более эффективным, и те затраты, которые на него, они уступают, поверьте мне, вот тем затратам, порой неэффективным, которые мы используем в больных распространённым раком лёгкого. Я абсолютно согласен, и вы на меня зря обижаетесь. Я абсолютно согласен, что с тем, что вы сказали. Более того, когда я сказал, что Бог с ним скринингом, ну, это, прошу прощения, это так я просто, так сказать, даже не погорячился, это типа шутки было. Но, конечно, с этим делом шутить нельзя. Мало того, если, так сказать, допустим, мы добьёмся сильного снижения заболеваемости и смертности, соответственно, от рака лёгкого, и добьёмся сильного снижения распространённости курения, всё-таки останутся те люди, которые экс-смокерс, которые курили в прошлом, и которые останутся, у которых будет высокий риск. Так что при нашей жизни, при жизни старшего Борчука и младшего всё равно, так сказать, нам эту тему надо, так сказать, нам держать под контролем. Самое главное, что я сказал, для популяционного скрининга, то есть для того, чтобы дать согласие, там, допустим, нашим органам, которые проводят диспансеризацию, давайте вперёд с КТ-скринингом, рака лёгкого, мы это рано, это рано, и мы этого не должны делать. Мы должны продолжать серьёзно изучать этот вопрос. Обратите внимание, мы всё время ссылаемся на иностранные исследования по всем локализациям, и попростать, только на иностранные исследования ссылаемся. Нам надо этот вопрос изучить у себя. В данном случае я говорю о раке лёгкого, и не только о раке лёгкого, я говорю о всех методах скрининга. Да, эффективность, допустим, тех или иных методов скрининга доказана, но нам это надо проверять на нашей популяции. Нам надо не эффективность проверять, а изучить, как это работает на самом деле в популяции, а не в рандомизированных клинических исследованиях. Так что, конечно же, надо работать над этим. И приветствуются, в самом деле, серьёзные исследования по изучению, эффективность, разных аспектов, не только эффективности, разных аспектов скрининга. Спасибо. Я думаю, что на этом, если нет других замечаний, вы хотите сказать? Да, да. Вы знаете, у меня ещё призыв к онкологам, что, может быть, тоже следует в плане и профилактики рака лёгкого, чтобы именно онкологи говорили о том, что курение способствует онкологическим заболевания, и что есть способы, которые позволяют эффективно отказаться от курения. Мне кажется, от онкологов это будет особенно важно и услышано. Продолжение следует...